Символ солнца на фоне моста. Когда мы двигаем банкноту, перемещаем ее от себя к себе, солнце как бы заходит за мост. Как отличить подлинную купюру от подделки – вопрос, волнующий каждого жителя страны. Самостоятельно определить можно несколькими способами. Наличие защитной нити, водяного знака и микроотверстий на банкноте означает подлинность денежного знака. Ежемесячно, по словам экспертов, в банковской системе выявляют от 30 до 40 подделок. За прошлый год в республике обнаружили 480. Если люди однозначно определили подделку, тогда необходимо обратиться в правоохранительные органы. Если они сомневаются в подлинности купюры, то в любую кредитную организацию сдать ее на экспертизу. Отходим, вот смотрим, наш рост – 15 миллионов рублей. Не только подлинность банкноты можно было научиться определять в банке, но и узнать свой рост в рублях. Из переработанных купюр организаторы собрали эксклюзивную модель – денежного ростомера. Я это первый раз увидела. Мне очень интересно, конечно. Я это буду сохранить на памяти. К нам подходят люди, и мы можем измерить их рост по номиналу высоты тысячной пачки. Юные гости проявили фантазию в изготовлении собственных денежных знаков. С пластичной глины слепили монеты и раскрасили их яркими красками. Студенты же прошли необычные квесты, посмотрели редкие экспонаты и увидели денежные знаки разных лет. Банкноты с 1898 года представлены в холле Национального банка. Здесь и рубль, за который раньше можно было купить один килограмм огурцов или мешок картошки. И банкнота 100 рублей – единственная, печатающаяся на желтой бумаге. Дополнительно установлены зеркалы заднего вида. Потому что когда подходит инкассатор с ценностями к машине, он видит то, что творится у них сзади. То есть он уже как бы вылужен. Машина инкассаторов сегодня пользовалась особой популярностью. Проверить ее на прочности и посидеть на задних сиденьях собралось большое количество желающих. Автомобиль бронированный, отмечает водитель. В целе безопасности двери открываются только изнутри или водителям. Машина внутри полностью бронированная, оборудована видеосистемой. То есть не только видеосистема, но и полная система безопасности. День открытых дверей в Национальном банке проводят уже в третий раз. Наша задача – формировать грамотную модель финансового поведения жителей. С тем, чтобы люди самого раннего возраста могли правильно планировать свой личный бюджет, относиться бережно к своим финансам, уметь изучать подлинные банкноты от поддельных. Увидеть редкие экспонаты и узнать историю банка можно в любой будний день, предварительно записавшись на экскурсию.